В прямом эфире на канале ТВ5 новости, в студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Первый пошел. Запорожцы начали подавать свои проекты для участия в городской программе «Общественный бюджет». На благоустройство Запорожья инициативные горожане могут получить гранты до 300 тысяч гривен. Сегодня поступил первый проект. Педагоги школы номер 73 хотят сделать для жителей правого берега новую современную спортивную площадку. Планируется, что появится универсальное поле для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также тренажерная зона. В Гурсовете отмечают, подавая свои проекты можно до 20 июля. На сайте мэрии можно посмотреть условия участия в программе «Общественный бюджет». Она была принята по инициативе депутатского корпуса, депутата Запорожского городского совета Башка, профессор Анатольевича, при поддержке Владимира Викторовича Буряка, мэра города Запорожья. И сегодня мы можем сказать, что инициатива набирает оборот. На правом берегу я вам хочу сказать, что практически нет места, где бы дети могли позаниматься. Сейчас нет бесплатных каких-то площадок, нет бесплатных мест, куда бы они могли. То есть растет беспризорность. Они просто ходят по городу, ничем не занимаются. А мы хотим создать такие условия для того, чтобы наши дети занимались спортом. У нас проект так и называется «За здоровьем» на современную спортивную площадку. Учебников нет и не будет. С проблемой нехватки методических материалов сталкиваются во всех школах Украины. Какие-то книги просто были не напечатаны, каких-то на всех не хватило, ну и банально затрепались. Выход есть, читают в одной из школ Бердянска. Ноутбуки или планшеты могут легко заменить книги. Так ли это и готовы учителя? К таким нововведениям знает Игорь Стрельцов. Проблема с учебниками в Бердянском районе возникла еще в прошлом году. Книг не хватало ученикам четвертых и седьмых классов. По независимых от нас причин, некоторые учебники, некоторых авторов не были напечатаны. Например, учебник Ярошенко «Химия», другие учебники. И дети, которые ожидали, ученики, которые ожидали этих учебников, так и до конца года и не получили. Новые пришли лишь в конце февраля. На всех их не хватило. С 2016 года изменился порядок обеспечения учебниками. Часть расходов берут на себя сельские советы, на территории которых расположены школы. Пока этих денег нет. Нужно более 30 тысяч гривен. Все равно будет проблема. И в оставшихся приблизительно 22%, которые должны были, будут выделены средства из местных бюджетов. Мы на это надеемся до начала учебного года решить эту проблему таким образом, чтобы ученики уже четвертых и седьмых классов 2016-17 года были обеспечены учебниками в полном объеме. Будут ли в новом году учебники, стопроцентной гарантии никто не дает. Спасением может стать ноутбук или планшет. Такой опыт есть у учеников одной из сельских школ. На рыцарское собрание перед первым сентября для родителей и классовым руководителям этого же класса было предложено принести свои устройства из дому. То есть это электронные устройства, то есть либо планшет, либо ноутбук и так далее. Оказалось, у всех девяти детей это есть. Весь прошлый учебный год учащиеся четвертого класса Долинской общеобразовательной школы вместо традиционных учебников пользовались их электронной версией. Детям это понравилось, то есть вместо десяти учебников носить обыкновенный планшет, который там грамм 800 килограмм и то и меньше. Поэтому это очень удобно, поэтому подконтрольно, да, учителям, родителям. То есть это, конечно, дорогие устройства, то есть специально никто никого не заставлял. То есть у каждого дома есть это устройство, либо компьютер, либо планшет, либо ноутбук. Впрочем, уверены педагоги, использование планшетов не выход. Возможность их приобрести есть не у каждой семьи. Потому правительство должно все-таки решить вопрос обеспечения школьников учебниками. Станислав Печурин, Игорь Столицов, Бердянский район, ТВ5. Быть добру. В Запорожье прошел благотворительный вечер. В программе демонстрация моделей одежды, концертные номера и аукцион, средства от которого пойдут на лечение шестилетнего Миши Цагалюка. Мальчику срочно необходимо дорогостоящее лечение. Как прошел благотворительный вечер и как помочь ребенку, расскажет Галина Знаменская. Пять месяцев назад у маленького Миши начались сильные боли в спине. Врачи поставили диагноз саркома Юинга – злокачественное заболевание костной ткани. Мальчик уже перенес сложнейшую операцию и 8 процедур химиотерапии. Сейчас Миша находится в Киевском институте рака. В ближайшие дни ему необходимо провести сканирование и высокодозную терапию, затем пересадку костного мозга. Для этого необходимо собрать 175 тысяч гривен. Чтобы поддерживать лейкоциты хотя бы в самых минимальных дозах, нужно колоть очень дорогие препараты. Один укол стоит очень дорого. Поэтому благодаря материальной помощи, которая идет со стороны, наша семья пытается держаться. Благотворительные фонды, Академия совершенства под руководством Натальи Егоровой и представители городской власти решили помочь семье Миши в сборе средств, необходимых для лечения. Организовали благотворительный вечер, провели аукцион. Среди лотов – картины известного запорожского художника Александра Глухова, сертификаты на приобретение различных товаров. Есть финальная, а точнее стартовая цена отдана. Молодой человек, сейчас мы узнаем, как его зовут. Как вас зовут, скажите? Вадим. Вадим, давайте попозьмем Вадима. Он положил начало нашего аукциона. Пожалуйста, принимайте эту картину в личное пользование. Она ваша. Каждый человек, который дал нам этот лот, он вложил душу. Он помогает. Изначально он уже помогает этому ребенку. И я благодарна каждому человеку, который пришел на этот благотворительный вечер, потому что все равно мысленно мы все объединились и сделаем очень большое дело всем вместе. В вечере приняли участие финалисты всеукраинского конкурса «Голос Украины», модельные агентства, творческая интеллигенция города и представители власти. Я уверен, что каждый вообще из людей, конечно же, хочет, чтобы в трудную минуту кто-то поставил ему плечо или протянул руку помощи. И подобные мероприятия, конечно же, с лучшей стороны демонстрируют любого из людей. И мне очень приятно констатировать, что в Запорожье это движение достаточно развитое на высоком уровне. На благотворительном аукционе для Миши Сигалюка было собрано более 88 тысяч гривен. Галина Знаменская, Константин Грушко, ТВ5. Пологовских школьников призывают не сидеть дома на каникулах, а приходить на стадион. В этом году в городе впервые организовали бесплатные спортивные занятия для детей. Сейчас ребята обучают футболу, но главная цель – это приучить ребенка к спорту и здоровому образу жизни. Обещают, что в рамках городского спортивного проекта вскоре на стадионе появится сюрприз для взрослых. Больше знает Екатерина Шапка. Останавливаешь там второй, берешь тот мяч, кто первый, добегает сюда, тот и выиграл эстафету. Договорились? Смотрите, я вам показываю, как это делается. Тренер показывает детям футбольные азы. В этот раз на тренировке юные спортсмены не в полном составе, но все стараются максимально. Восьмилетний Витя на футбольные занятия ходит недавно. Уже многое получается. Я, когда впервые пошел на эту тренировку, я сначала на душе играл в футбол. Потом начал уже играть чуть-чуть лучше. Бесплатные футбольные тренировки на летних каникулах в городе организовали Пологовская федерация футбола совместно с городским советом. Главная задача – интересный и полезный досуг для детворы. Чтобы они были заняты делом, мы решили, что на нашем прекрасном стадионе можно организовать сейчас, как это было раньше, спортивный небольшой лагерь, где детки могут заниматься футболом своим любимым, где детки могут укреплять свое здоровье. Всего тренировки посещают около 40 детей. Занятия проходят три раза в неделю. В отдельные дни организованы тренировки и для девочек. Наше дело – массовый спорт. Массовый спорт. Если мы охватим хотя бы от 10 до 20 процентов занимающихся в каждой школе, то это будет очень серьезный показатель. Тренировка длится два с половиной часа. С ребятами работают три инструктора. Наряду с игрой в футбол тренеры проводят эстафеты, спортивные разминки. Такая идея радует и родителей. Папа маленького Вани часто приходит посмотреть, как идут занятия и поддержать сына. Мы очень рады, что открыли тут у нас такие тренировки, что есть чем заняться ему. Конечно, спорт в первую очередь. Во-вторых, нигде не шляется. Сам мальчик признается, на тренировки пошел, чтобы скорее сбылась его мечта. Я хочу быть футболистом. Детские занятия проходят во вторник, четверг, субботу с 8 утра. Приводить своих детей могут все желающие. А уже скоро на городском стадионе микрорайона Пологи-5 стартуют организованные спортивные занятия «Групп здоровья для взрослых». Все желающие, это будут и женщины, и мужчины, которые сейчас занимаются хаотично самостоятельно. Они будут приходить, целенаправленно заниматься. Потому что очень многие хотят поправить здоровье. Это первое. Второе – и похудеть. Третье – выглядеть красиво. Бесплатные занятия будут проходить под руководством тренера. Стартует проект «Группы здоровья» уже на следующей неделе. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологи, ТВ-5. Трансляция Евро-2016 в Украине под угрозой срыва. 6 и 7 июля во время полуфинальных матчей неизвестный целый час глушили эфир телеканала «Украина». Это уже 19-й случай за год. Последний инцидент – уже международный скандал. Ведь помехи во время футбольной трансляции – это нарушение обязательств перед УИФА. Все подробности – далее в сюжете. Помехи, сыпанная картинка и отсутствие сигнала. Так вчера вечером зрители канала «Украина» смотрели полуфинал чемпионата Европы. И это вмешательство в эфир далеко не первое и не случайное. Вы видите проблемы с приемом сигнала. Инженер спутникового оператора, через который вещает канал «Украина», на графике демонстрирует, как пропадает сигнал. Этот график показывает характерное поведение сигнала при глушении. Здесь видно, что четко сигнал пропал, практически мгновенно, и так же мгновенно появился. Оно Зеновельд – официальный представитель спутникового оператора СС в Украине. Говорит, подобного нет ни в одной развитой стране. Такие вещи происходят в таких странах, как Иран или Сомалия. Было дело и в Таджикистане в свое время. В Европе этого не происходит. Это преступность. Это преступное действие. Далее слушать нарушения, в определенном плане ставить информационную безопасность страны под удар. За год после десятков вмешательств, медиагруппа «Украина» неоднократно обращалась к правоохранителям с требованием нарушения прекратить, виновных наказать. Но результат лишь официальной отписки. Оно Зеновельд говорит, после того, как канал начинают глушить, за несколько минут можно вычислить приблизительное место, откуда это делают. Если оперативники быстро перекроют дороги в заданном участке, они точно не упустят авто со спецоборудованием. Таких машин нет в стране. На учете нигде не стоит. Оборудование не везено, не сертифицировано. Из чего можно делать вывод, что был везен в страну нелегально. Медиагруппа «Украина» в очередной раз обратилась к властям. Глушение сигнала телеканала «Украина» во время трансляции «Евро-2016» это беспрецедентный факт нарушения норм законодательства и вмешательства в деятельность СМИ, который будет иметь значительный международный резонанс. Медиагруппа «Украина» требует от компетентных органов принять соответствующие меры и выявить источник вмешательства в работу спутника. Поддержали это заявление и в Индустриальном телевизионном комитете. Если завтра не будет, например, перерванный сигнал канала «Украина», и вместо этого сигнала в эфир пойдет какой-то другой сигнал, с какими закликами, антидержавными, антиукраинскими, будь-якими. В нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания тоже заявили. До конца недели соберут информацию по подобным нарушениям. А в понедельник будут решать, как обеспечить безопасность информационного пространства страны. Это была последняя информация этого выпуска. Уже в 19.00 не пропустите. Транспортного коллапса не будет. В Верховной Раде Украины констатировали, запорожские мосты будут достроены. Экологические инициативы. Промышленные гиганты представили свои идеи по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Необычный чемпионат. Запорожцы могли почувствовать себя звездой футбола и забить гол в ворота соперника. Этот город сделал грандиозный вклад в развитие европейской цивилизации. Именно здесь родились Леонардо да Винчи и Микеланджело. Настоящая колыбель возрождения через несколько минут в программе «Мастер путешествий» на ТВ-5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, о новостях в Запорожье и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok